Природа школьных конфликтов звучит, конечно, красиво, но порой это выглядит весьма уродливо. И если мы говорим про взрослых и детей, то нужно понять, о ком мы говорим. Взрослые — это учителя, родители, ну а дети, само собой, понятно, что они отличаются по возрасту. Начальная школа, средняя школа и старшая школа. Мне кажется, если ты приходишь в началку со своим ребенком, то конфликты случаются, если приходит в школу раненый родитель. Раненый в каком смысле? Раненый, когда учился сам в школе. Он пришел с тем опытом, с тем багажом неразрешенных проблем в своей школе, с обидами, когда сам учился в школе. И, конечно, он приходит с этими же ожиданиями, что это может случиться с его ребенком. И волей-неволей он неосознанно также высматривает то, что может обидеть его ребенка. Это кто-то из одноклассников, это не так посмотрел учитель, не то сказал учитель. И, не разобравшись, если ему больно до сих пор, то, конечно, он, не выясняя напрямую с учителем, как посредником между детьми и родителями из этого же класса, он что делает? Идет к директору, и директор административным способом решает эти вопросы. И это, конечно, в связи с тем, что мы все люди, бывает это некрасиво по отношению к учителю, и тогда конфликт усугубляется, и невозможно его разрешить культурно с тем, чтобы было хорошо в итоге всем сторонам случившейся, ну, разрешенной проблемой.